Здравствуйте, в эфире телеканала ПС. Мы читаем правду севера, вы смотрите газету на ТВ. На сентябрьской сессии региональные депутаты в первом чтении приняли закон, который моментально стал громкой новостью на федеральных каналах и информагентствах. В Архангельской области разрешено вступать в брак лицам моложе 16 лет. Об этом пишет на страницах областного издания журналист Светлана Гаврилова. Сегодня она у нас в гостях. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 46 голосов за, ни одного против, трое воздержались. Вам удалось поговорить с председателем комитета Архангельского собрания Сергеем Мануиловым, что говорит эксперт о новом законе. Эксперт говорит, что он считает этот закон трезвым и обоснованным. То есть, когда я его спрашивала о реакции его коллег-депутатов, может быть, они в кулуарах ему что-то говорили, он говорит, ну да, некоторые коллеги говорили ему, что вот этот закон это чуть ли не призыв к сексуальной свободе. Мануилов считает это чисто эмоциональной реакцией. Но, тем не менее, такое единодушие, единогласие, чтобы кто не считал, все проголосовали за. Честно говоря, меня это удивило, потому что я думала, что будут некоторые споры. Даже у нас в редакции по этому поводу возникали дискуссии. Причем еще с мая месяца, когда мы уже знали, что будет такой закон. Но их не возникло. А что Эммануилов говорит по этому поводу? Откуда такое единодушие? Я еще раз повторю, он считает этот закон обоснованным. Статистику мы все уже неоднократно слышали, которая приводится в том числе в пояснительной записке к законопроекту. То есть, если говорить в общем, то у нас с 2012 по 2014 год мы имеем порядка чуть меньше 500 рождений детей у девушек моложе 18 лет. Вот. И в частности, например, Эммануилов и инициаторы законопроекта, и депутаты, которые поддержали этот законопроект, они считают, что этим законом мы даем вот этим вот детям шанс на полноценную семью. Вот как раз говоря о цифрах, я приведу цитату. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в 2012-2014 годах в нашей области количество детей, родившихся у матерей моложе 18 лет, составило 497. Молодые люди и их родители в подобных случаях сталкивались с очень сложными обстоятельствами, потому что они не имели юридической возможности для создания семьи. Как Вы считаете, отсутствие этого закона действительно мешало созданию счастливых семей? Как Вы лично к нему относитесь? Скажем так, я не завидую сейчас людям, которым приходится в качестве экспертов комментировать этот законопроект, потому что тема очень тонкая, очень скользкая. И не имея соответствующего опыта, либо не сталкиваясь с этими семьями в работе, очень сложно говорить об этом. Мы с коллегами, например, думаем, что, возможно, лучше бы его не было. Мы создаем себе какие-то дополнительные проблемы, в том числе и в общественном мнении существования этого закона. С другой стороны, опять же, в частности, Сергей Дмитриевич ссылался на мнение работников органов, в том числе и органов ЗАГС, к которым поступает масса обращений по поводу того, что вот молодые люди готовы пожениться, родители все за, прекрасная семья, прекрасные люди, должны родиться ребенок, но у них нет такого права именно юридического. Такого рычага возможности нет создать семью официально. Единственное, что нас пугало, и я этот вопрос Сергею Дмитриевичу задавала, разные очень есть ситуации, и очень разные семьи, и очень разные родители. И если в какой-нибудь, не хочется обижать сельских жителей, да, но есть ситуации, например, в деревнях, когда девушка приходит и говорит, мама, вот у меня будет ребенок, и мама готова эту девушку выдать замуж любой ценой, лишь бы, условно говоря, покрыть позор семье, да, кто этот муж, как будет дальше жить эта девочка, это очень большой вопрос. И вот это очень много сомнений вызывает, конечно. Вот говоря о разных семьях, как раз ситуации эти будут решаться индивидуально, насколько мы можем понять из вашей статьи. То есть большей частью решение, да, о том давать право молодым людям зарегистрировать свой брак или нет, будут принимать родители и специальные комитеты, какие-то органы, структуры, которые будут, собственно говоря, решать судьбу вот этих вот ребят. Не будет ли в этом какого-то возврата вот к прошлому, вообще, который мешает развитию нашего демократического общества, как ни крути, и какого-то внедрения, что ли, ну, грубо говоря, в личную жизнь? Вот, Катерина, вы знаете, я как раз человек, который за развитие гражданского демократического общества по всеми руками и ногами, но в данном случае я очень активный сторонник создания вот этих так называемых коллегиальных органов, говоря чиновничьим языком. Потому что, опять же, мы говорим, что ситуация в семьях очень разная, и отдавать все на откуп старшему поколению, либо этой девочке, которая еще совершенно социально незрелый, психологически незрелый человек, очень опасно. Мы можем сломать судьбу этого ребенка и девушки, и, возможно, даже, там, потенциального мужа. В данном случае вмешательство государственных органов не видится только плюсом. А еще решение не принято. Решение, я надеюсь, что этот вопрос будет рассматриваться на втором чтении законопроекта, предположительно, в октябре. Как рассказал Сергей Дмитриевич, предположительно, будет создан коллегиальный орган при областном ЗАГСе, и возглавлять вот этот, назовем его там, совет, там, как угодно, предположительно, опять же, будет специалист уровня заместителя губернатора по социальным вопросам. Он мне приводил пример, что в Нижегородской области, например, эту комиссию возглавляет сам губернатор, и что каждый случай будет рассматриваться отдельно, в том числе с привлечением работы органов опеки и попечительства, которые посмотрят на местах, что за семья, что за будущий или уже существующий отец, в какую семью мы можем передать этого самого ребенка 14 лет и так далее. Вот это, если все так сложится, как надо, если все будет работать, как надо, то это мне вселяет надежду, что, может быть, вот это все не зря. То есть вы за? Эти вопросы должны решать специалисты? Я за то, чтобы в эти вопросы в данном случае вмешивались специалисты, да. Говоря об опыте других городов, других регионов, приведу еще одну цитату. Мы далеко не первые. Архангельская область, 26-й или 27-й субъект Российской Федерации, где принято аналогичное решение. Конечно, есть отличия. Кто-то установил возрастные рамки от 14 до 16 лет, кто-то от 13, кто-то вообще их не установил. То есть не секрет, что на севере дети взрослеют медленнее, чем дети на юге. На юге они гораздо раньше становятся взрослыми. Никакой скидки на региональный компонент не делается, получается так? Насколько я понимаю, скидки на региональный компонент не делается, но опять же из статистики мы увидим, что вот сейчас подобные законопроекты больше продвигаются в средней полосе и на северо-западе России, а не так, как нам можно показаться в южных регионах. С другой стороны, есть примеры, когда наши северные условия суровые, они, может быть, даже больше способствуют взрослению человека. Повторюсь, очень тонкий вопрос, тут нельзя ответить однозначно. Светлана, а будут ли молодые семьи пользоваться патронатом? Вот, еще один вопрос, который, я надеюсь, что будет рассмотрен во время второго чтения этого законопроекта. Естественно, я уверена, что этим семьям нужно помогать, наблюдать их до совершеннолетия и так далее. Вот поначалу в пояснительной записке законопроекта значилось, что никаких дополнительных финансовых вливаний не нужно, что изменение бюджета он не повлечет. Конечно, нам нужны будут изменения в бюджет, вливания из бюджета и так далее, потому что это патронат, это, возможно, какие-то социальные услуги, психологическая помощь, юридическая помощь, которая, ну, как в том числе и считают, и приверженцы этого законопроекта должна быть бесплатной. А раз бесплатной, значит, за счет бюджета. Но, ну, если уж такой закон создан, он должен быть тогда обеспечен, в том числе и деньгами, и всем остальным. Светлана, заголовок в вашей статье звучит так. Покрыть позор или создать семью. Чему все-таки по-вашему служит вот этот законопроект? Я не могу в данном случае ответить. Мы давайте поживем, увидим. Я единственное, что надеюсь, что он будет работать и будет работать в том направлении, какое ему задавали его разработчики, которые считают, что ребенок должен расти в полной семье, в полноценной семье, что, возможно, многим детям этот закон дает возможность на хороший социальный старт. Что ж, будем надеяться на хорошее развитие событий. Я же благодарю вас за беседу. Ждем вновь вас в этой студии. Спасибо. В нашей студии была журналист областной газеты «Правда Севера» Светлана Гаврилова. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин